здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня я готовлю вкуснейший очень стабильный яблочный крем на заварной основе крем получается очень ароматный пышный без яиц без желатина без сметаны без сливок и готовить сегодня я его буду в двух вариантах обычный на молоке и сливочном масле и вот такой вот веганский абсолютно на растительных продуктах два варианта я буду показывать так что же нам понадобится для этого крема чтобы приготовить нам этот крем понадобится мне во первых готовлю обычную версию не веганскую обычную на молоке и сливочном масле здесь у меня 350 грамм молока 150 грамм яблочного пюре у меня покупное 40 грамм крахмала кукурузного можете также картофельный брать в крайнем случае но лучше кукурузный и вот здесь вместе всего 100 грамм сахара 92 обычного и 8 грамм ванильного сахара и также щепотка соли в сахаре у меня добавлено отправляю я в яблочное пюре весь сахар соль и ванильный сахар и размешиваю молоко у меня нагревается она у меня должно дойти до кипения и размешиваю его до той степени чтобы полностью разошелся сахар это сделать нужно обязательно вот так сахар расходится очень быстро потому что потом нам нужно вводить крахмал чтобы не было комочков от этого и теперь когда разошелся сахар я ввожу весь крахмал крахмал можете в крайнем случае добавить картофельный но нежелательно лучше конечно же кукурузный вообще для всех кондитерских изделий лучше конечно же кукурузный крахмал перемешиваем до однородности чтобы не было комочков и ждем пока закипит молоко молоко у меня закипает я его снимаю с огня и так же у меня вот там в стороне разогревается сливочное масло 250 грамм все будет точно написано в описании к данному видео в центре ковшика я помешиваю и ввожу в молоко всю крахмальную смесь с яблоком и вот те теперь не прекращая помешивать я ставлю это обратно на огонь и довожу до кипения всю эту смесь до первых булек я ни в коем случае потом ничего не кипячу здесь основу этому рецепту я сама вывела этот рецепт основу ему конечно же это мой крем пломбир без яиц многие уже готовили тот крем который я делаю именно на молоке полностью на сливочном масле здесь же вместо части молока я беру часть яблочного пюре вы можете пюре яблочные брать также и готовы все бульки у меня пошли смесь готова я переливаю теперь в емкость где будет у меня остужаться вся эта смесь до комнатной температуры обязательно накрываю пищевой пленкой в контакт чтобы не было заветривание вот этой вот пудинговые основы оставляем нагреваться до комнатной температуры масло сливочное масло нагрелась смесь заварная остудилась наоборот вот такая вот консистенция должна быть у масла и начинаем его взбивать взбиваем его где-то минуты три масла не меньше чтобы она побелела и стала пышным вот так должна выглядеть заварная смесь масло я взбиваю вот до такой белой пышности она увеличится в объеме и хорошо будет держать форму видите как теперь я ввожу туда пудинговую основу в три приема это нужно делать не по одной ложечке можно вот именно на три части и поделить и вводить и прорабатываем миксером и и недолго вот эту смесь может вам показаться что она начнет там расслаиваться она в принципе от температура у пудинговой смеси когда вы вводите она должна быть не менее 23 градусов цельсия ни в коем случае не надо его остужать в холодильнике перед этим смесь вот это она вообще любит такую температуру для связки где-то градусов 25-27 видите какой гладкий крем получается у него бархатистая такая структура он не настолько гладкий насколько допустим масляный крем на сгущенке получается он более такой как бы с волокнами потому что во первых там яблочко это чувствуется и он чем-то напоминает мне по вкусу наш вот торт когда мы готовим домашние именно птичье молоко торт на агар-агаре вот очень он мне напоминает именно вкус того торта вот этот крем с яблоком не знаю почему вот здесь отсаживаю специально чтобы посмотрели как шапочки у капкейков можно прекрасно ему красить выровнять торт я бы не стала бы выравнивать кучу кремов существуют для выравнивания но в начинку и для украшения капкейков пирожных и медовиков и молочную девочку можно с ним собрать и также очень вкусно будет с наполеоном тоже сейчас я хочу окрасить специально вот многие спрашивают можно ли окрасить допустим для капкейков здесь у меня топ декор краситель сиреневый и также я окрашу английским гелевым красителем это все водорастворимые красители потому что многие не знают вообще стоит ли это начинать делать вот я для вас специально провожу эксперимент и окрашиваю смесь получается не до конца однородно он окрашивает в принципе этот этот краситель вот гелевый водорастворимый опять же повторяю но все равно вкрапление красители остаются не до стопроцентной гладкости он окрашивает и как третий вариант сейчас вот розовый теперь я развожу в принципе они как бы одинаково вот так вот окрасились от обеих фирм разницы я тут особо не почувствовала и третий вариант я желтым жирорастворимым сейчас окрашу это у меня немецкий краситель и он окрашивает конечно идеально потому что это в принципе масляный крем по сути у него масляная основа крем вкуснейший крем очень воздушный получается и очень легкий и готовится совсем не сложно и очень очень бюджетный об этом тоже не надо забывать вот так он идеально отсаживается то есть шапочки у капкейков вы можете им смело украшать и здесь нет никаких заморских сыров нет никаких ингредиентов таких каких-то диковинных в нем яблоки всегда у всех есть пюре можно сварить домашнее либо же купить покупное в магазине у нас очень много разных пюре продается яблочных видов я имею ввиду также можно взять детское питание с ним еще нежнее будет и вот такой крем получается вот маленькие такие темненькие вкрапления это конечно же яблоки их видно то что это натуральное яблоко крем очень имеет богатый аромат и очень нежный вкус им также можно и эклеры и заварные пирожные наполнить то есть крем очень много профильный я бы сказала то есть и можно и украсить тортик и наполнить тортик и так сейчас как я обещала я показываю веганскую версию постную версию этого крема здесь у меня 350 грамм в ковшике нагреваются уже миндального молока вы можете брать не молоко овсяное молоко то есть можно взять видите пометка веган стоит можно брать также кокосовая кто нравится кому со вкусом кокос это я просто как альтернативу показываю но для данного крема я бы не стала брать кокосовую версию тоже это веганская вот это веганский напиток постный скажем так здесь также у меня 150 грамм яблочного пюре также у меня сахара 100 грамм вместе с ванильным уже сахаром и щепотка соли и также 40 грамм крахмала и 250 грамм маргарина маргарин у меня качественный в основном он состоит из растительного масла подсолнечного рапсового немножко кокосового и менее 5 процентов пальмового масла в нем то есть маргарин хороший и тоже веганский он не содержит абсолютно никаких животных жиров в себе я его тоже нагревая достал из холодильника нагреваю его до комнатной температуры теперь чтобы потом его взбивать и так добавляя также все делают то же самое что и в непостной версии в обычной сахар добавляю в яблочное пюре перемешиваю обязательно для до однородности чтобы разошлись все крупинки сахара и только после этого я ввожу туда 40 грамм кукурузного крахмала лучше брать кукурузный потому что картофельный тяжелее все-таки во вкусе закипает миндальное молоко я снимаю молоко кешью также очень вкусно и ввожу помешиваю постоянно в центре ковшика венчиком и всю смесь ввожу туда и так теперь при постоянном помешивании я довожу всю эту смесь до кипения до первых булек вернее сказать даже не даю кипятиться и этой смеси смесь густеет прямо на глазах вы это почувствуете видите это основа заварная чуть потемнее чем на молоке на обычным коровьим потому что вот это миндальное молоко но конечно же темнее первые бульки пошли все снимаем с огня заварная основа готова теперь наша задача и и остудить также до комнатной температуры также накрываем ее в пищевой пленкой в контакт и убираем ее просто отставляем в сторону а маргарин остается у нас нагреваться до комнатной температуры где-то часа 2-3 на это нужно не менее 23 градусов должен быть и маргарин и вот это заварная основа цельсия имею ввиду маргарин у меня уже дошел до комнатной температуры и я его взбиваю вот до такой белой пышности видите вот так он хорошо держит форму маргарин берите качественный теперь я добавляю туда всю заварную основу также в три приема не обязательно это добавлять как бы вот по ложечке и потом взбивать это абсолютно необязательно в этом креме и прорабатываю все это миксером крем готов взбивать долго не нужно крем на мой взгляд что вот это постная веганская версия взбился даже еще пышнее чем на сливочном масле и вот такой вот гладкий крем и очень стабильный получается и еще раз хочу отметить что это крем абсолютно веганский постный здесь у меня гелевый краситель водорастворимый также хочу окрасить и показать вам как он окрашивается видите в этом креме красители разошелся лучше чем в версии с коровьим молоком и так отсаживаю тоже для тех кто захочет украсить постные капкейки вот пожалуйста можно украшать идеально держит форму крем и окрашивается тоже очень хорошо даже лучше чем чем предыдущий крем на коровьем молоке он очень хорошо окрашивается именно водорастворимыми красителями гелевыми и также смотрите какой идеально ровный бордюр из него отсаживается в холодильнике также он хорошо держит форму и в следующем видео буду же собирать с ним торт постный шварцвальд черный лес вот такой крем получается крем абсолютно без продуктов животного происхождения может быть кому-то и нужен такой крем пожалуйста пользуйтесь рецептом буду рада надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео